Добрый день! В эфире «Armene Today» очередной цикл программы «Говорим о главном». Наш собеседник сегодня руководитель Международного Центра Человеческого Развития, политолог Тайван Павосян. Добрый день, Тайван Жирайков. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Спасибо за приглашение. Через несколько дней исполняется первая годовщина подписания трехстороннего заявления 9 ноября. Если вкратце обобщить итоги года, с каким багажом мы подходим к этой дате? Правда, что через пару дней мы будем отмечать первую годовщину подписания о прекращении огня. По-другому я не хочу к этому документу относиться. Не только мое собственное отношение, но и действия наших противников доказывают, что и для них в их восприятии война не закончилась. И это всего лишь договор о прекращении огня, потому что они удерживают всех наших заложников. Вместе с этим оккупировали также территорию Армении, не только Арцарской республики. На международных разных площадках продолжается и дипломатическая война, и экономическая война, и информационная война. Так что в этом отношении говорить о том, что по-другому относиться к тому, что было 9 ноября 2020 года, не стоит. В каком-то параллели можно считать, что как они относились к договору о прекращении огня от 12 мая 1994 года, так и же и мы должны относиться к заявлению от 9 ноября 2020 года. Что у нас изменилось или не изменилось. К несчастью, никаких положительных шагов невозможно отметить, так как все эти явления еще продолжаются. И к несчастью, единственная большая проблема, которую я вижу, отношение многих людей, которые воспринимают, что опять мир настал, то есть нет войны в действии. Я даже призываю, что необходимо думать о том, как интересы своего государства в период проводить. По крайней мере, ты можешь ошибаться, они могут тебе предложить какие-то разные варианты, они думают, как тебя очернить, в смысле понятия того, что, а вот если так говорят, они думают о войне, а не о мире. Хотя понятия мира как такового и не существует. А во-вторых, как можно относиться к понятию мира, когда твоя страна оккупирована. Это не военные действия. Когда блокады твоей страны продолжаются, это не военные действия. Когда твои граждане находятся в качестве заложников у Азербайджана, это не военные действия. То есть очень интересно, что мы многие понятия воспринимаем не с точки зрения как государства и государственности, а живем на простом этническом понимании. Даже когда мы говорим, ой, а кто будет тогда защищать наши интересы, кто пойдет на войну, вместо того, чтобы просто говорить, если ты государственный, и у тебя есть понятие государственности, то ты говоришь граждане государства, а не кто конкретно. Если ты говоришь только о семейном восприятии того, чьи дети, тогда, ребята, извините, у вас нет восприятия государственности, вы говорите о простой этнической группе, которая где-то проживает. Вот пока эти явления у нас не пройдут, у нас не начнут появляться никакие положительные сигналы. А в основном просто идет все своим чередом, без никакого управления. Как получится? Буквально в первые же дни после завершения боевых действий в Арсахе, я помню, вы говорили о том, что Армения должна готовиться к новой войне, которая не за горами. Имея в виду уже, так сказать, горячую фазу, да? Сегодня это угроза... Военные действия. Да, военные действия. Мы должны, наверное, вот в этих термонологиях... Наша война не закончилась, она никогда не заканчивалась. Это война... Речь именно о военных действиях. А конкретно военных или вот стрельбе, да, как таковых, то естественно. Потому что враг-то, он не думает, что он окончательную победу одержал. Они могут взять свою передышку, потому что почему-то мы не любим говорить, что в течение 44-х дней мы тоже нанесли такой ущерб, что и в количестве жертв и разрушения их невоенной техники и всего остального, что они сейчас не могут никакать. Если они согласились на то, чтобы давайте остановились, значит, у них в интересах это было. Что должно было по-другому их заставлять? Потому что они тоже понимали. И сам же Олег потом несколько раз говорил, если бы зима началась, у нас были бы большие трудности. То есть, если бы мы не остановили в этот день и продолжили бы свои военные действия относиться к этим военным действиям как к реальности отечественной войне, то, может быть, сейчас бы у нас была бы совсем другая ситуация. И это у нас было в нашей истории. Давайте вспомним январь 92-го, 93-го или декабрь 92-го, и мы поймем, что тогда 60% Нагорно-Карабахской автономной области, территория была же оккупирована, а потом мы смогли бы провести это. Поэтому есть разные точки зрения и как готовиться к нему. Да, именно с самого начала я воспринимал, что Азербайджан сам тоже не будет относиться к этому подписанию как по-другому, чем, скажем, временное прекращение огня, для того, чтобы усилиться и продолжить свои действия. Что и показывают. В течение года что они делали? Покупали оружие, проводили новые военные учения с Турцией, как могли, удерживали понятие, или усиливали понятие арминофобии, ненависти к армянам, что означает вот все эти явления, продолжение именно. Потому что они тоже сами будут готовиться. Что Заря, Гали, говорит, что Зангизур будет нашим. Новые карты появились. В их восприятии Саван мы придем, возьмем. И в Ереван тоже придем. То есть это такие мирные пожелания. Я понимаю, многие просто сейчас имеют либо страх, либо, я не знаю, с каких-то понятий. Их интересует не государство, а личная жизнь. Ну, опять же, в этом надо уже искать корни. Почему, начиная с 1991 года, мы усиливали наши ценности не в понятии создания национальной государственности, не проявляли, и вот сажали как бы семена проявления идентичности государственности для нас, как для многих политических наций, которые имеют строгие государства во времена. А продолжали то, что было свойственно нам. Это только личного понятия семьи, своего близкого, своего собственного тела. Возвращаться, где я буду жить. Наверное, ошибки вот здесь надо искать и этого исправлять. То есть эти ошибки, они изначально были заложены уже с первого же лета независимости Армении. Не в этом ли контексте следует рассматривать, скажем, заявление первого президента о том, что национальная категория – это ложная категория? Вот именно от этого пришло. Вот смотрите, если ты государственный деятель, ты думаешь о следующих поколениях. Если ты политический деятель, ты думаешь о следующих выборах. Что надо было сказать людям, которые на следующих выборах ты пытался удержать свою власть? Говоришь то, что им сегодня приятно. Говоришь, мы будем бороться ради благосостояния. И описываешь понятие благосостояния, это как жизнь, где у тебя все налажено, дома все есть, холодильник лит, желудок прекрасный. И почему не нужно думать о разных других вещах? А если у тебя государственное мышление, и ты думаешь о создании государственности, ты не думаешь о следующих выборах, ты будешь или нет. Ты ставишь семена, которые могут принести плоды через несколько поколений, но будет удерживаться понятие этого гражданина. Граждане, которые будут понимать, что есть многие какие-то поговорки в нашем, да, вор дэхацан дэхкац, то есть где хлеб, там и живи. А надо было менять. Где живешь, там и создавай свой хлеб. Проблемы гораздо больше, да? Какие одни благосостояния лекарственной государственности? Ну, вы знаете, вот давайте посмотрим насчет возможностей. Когда мы могли? Мы вот могли в советское время начинать такие вещи, конечно. Естественного времени не было. В 91-м открылся это окно. Надо было вот именно тогда сажать эти семена. Потом еще были разные моменты, когда можно было эти семена сажать. Но когда бы моё дерево было бы большим? Когда бы в 91-м посадил бы это семя, в 2020-м уже было бы дерево 30-летнее. Если я даже его посадил в 2018-м, в 2020-м это двухлетние анкиатросы, которые легко сломали. Теперь вот в этом понимании есть, что, к несчастью, мы вот этим не знаем. Единственное, что у нас всегда оставалось своим собственным пониманием как безопасности, и как любое государство создается в моем восприятии для двух главных вещей. для обеспечения безопасности национальной группы и для обеспечения справедливости, какой она воспринимается для этой национальности. К несчастью, мы ни безопасность, ни справедливость, как ценности не смогли для нас установить и удерживать. Ну, а тут уже говорится о том, что кто виноват, кто не виноват, это уже другой вопрос. Я смогу изменить прошлое? Нет. Смогу сегодня сделать так и строить новое будущее. Вот теперь поэтому мы должны говорить не то, что идти и думать, как ворошить прошлое, а менять все то сегодня настоящее, которое приведет к новому будущему. Потому что Сократ говорил, если ты хочешь что-то поменять, создай новое, не вороши прошлое. Мы вот поэтому не пошли. Даже единственный аргумент, который у нас всегда, как компания-то собственная была, это наше национальное единение, вот это не удержали. С 18-го года это ломали. То есть, когда мне иногда ставят в это, что прежние не виноваты, я говорю, прежние виноваты, вопрос в другом. Когда мы создали ситуацию, когда врагу в своих расчетах, что они, враг-то не смотрел-то там красивый, некрасивый, бывший, небывший, черный, белый или какой-то армии, и все, ты мой враг. И у меня была листья. У меня больше оружия, больше оружия. У меня больше людей, больше людей. У меня больше денег. Больше денег помогу, а там коррупция или какие-то интересы свадь. Если национальное единение в арнавской нации, когда было, нападали, когда поняли, что есть перелом в этом деле, они пошли на это действие. Так что, во многом, мы должны сами для себя извлекать уроки, где мы эту ошибку сделали, и что нам надо выправлять. А вы согласны с утверждением, с мнением о том, что наша азербайджанская агрессия против Арцаха, она явилась следствием серьезных просчетов в армянской дипломатии? Или все-таки война была неизбежна в любом случае? Смотрите, то, что война должна была быть так или иначе, об этом у меня не было сомнений. Я об этом говорил несчастный. С начала 2000-х годов, когда в реальности сам или Олеев отец не смог уговорить собственных на согласование каких-то решений, когда он даже начинал иметь проблемы в своей собственной стране и кого-то уговорить. Потому что для мира было такое понятие. Если Олеев чему-то скажет, да, он это все устроит. За два дня было понятно, что у них есть политическое решение, что единственным способом, которым они видят решение для себя, это военная структура. И они начали готовиться. Каждый раз это все усиливалось. И, наверное, окончательное решение было после Казани, когда было понятно, что они уже как бы ничего другого нет. Они начали большие покупки. До 2013-го оказалось 5 миллиардов купили у России, потом у Израиля, потом у России. Это было видно, что Азербайджан именно готовится к войне, и по-другому они это не будут. Теперь другой вопрос. Когда я вижу эту ситуацию, что я делаю, чтобы предотвратить, или как я готовлюсь давно, чтобы быть готовым? Может быть, у нас не было ресурсов для покупки такого же количества оружия. Какая у меня компания была? Национальное единение, воспитание, правильный инструктаж, исправление ошибок путем создания новой действительности. Потому что от того, что я буду ворошить прошлое, это не означает, что я уже новое создам, не повторю ту же ошибку. И вот мы вот это не сделали. Теперь от того, что именно 27 сентября было, а не скажем там, я не знаю, какой-то день в следующем году, этот день так или иначе был, мы должны были всегда готовиться и всегда знать, что зависит собственно от нас. Мировая инстанция, коронавирус не от нас зависел, но если бы мы не понимали свою безопасность и ценили бы ее больше, чем что-либо, мы бы не занимались разными процессами внутренних вопросов, которые разъединяли нас или приводили к тому, чтобы было недоверие к руководящим. Если ты не можешь победить эпидемию, это означает недоверие населения к государству. Теперь здесь, смотрите, ни о Азербайджане не поговорили, ни о Карабахе, ни о чем. А тебе должно было быть это доверие быть, потому что в любой момент враг мог нанести тебе удар. Кто это сделал? Кто-то вместо нас приходил друг друга, обзывал черными, белыми, прошлыми, настоящими, я не знаю, что-то такое. Кому это на руку, только врагу. Мы сыграли эту игру. Тогда здесь вопрос не в том, что мы именно этот день принесли, мы это явление принесли. В какой день, может быть, конкретно не человек. Но вы скорее его приблизили. Мы сделали так, что в расчетах врага, как я вот уже сказал, представьте, на бумаге написано, да, вот компания ты, политическое решение, мы начинаем войну с Арменией. Теперь, что у меня в плюс, что у меня в минус, что понять, я готов или не готов, ты можешь как бы систематизировать это. На всех описаниях, начиная с 91-го года, у Азербайджанов всегда было больше оружия, в Азербайджанах всегда было больше населения, в Азербайджанах всегда было больше денег, чтобы всех купить, в Азербайджанах всегда очень много было. В двух компонентах, может быть, они всегда нам уступали. Это понятие того, что у нас были национальные единицы намного сильнее, и мы все собирались, и Диаспора, и Армения, и Арцах вместе. И, во-вторых, была организованность компания. Теперь в организованности, как мы видим, они сами не смогли, Турция им помогла, или что-то другое. То есть, вот здесь вопрос, как нам сделать, чтобы вот эту компоненту, кто пропустил? Нам вроде бы до, пару дней до 27-го сентября, говорили, Турция никогда не вовлечется, оказывается. Не то, что вовлечется, а сама будет, а сама управляла, ее командиры управляли. А второе национальное единение. То есть, в других компонентах зеленый свет для Азербайджана был с 91-го года. А вот это надо было смотреть, как наша система безопасности работает. А в основной ценности мы превратили то, что не настолько безопасно важно, насколько справедливость, но сущность справедливости неправильно принесли. То есть, о чем мы говорили, как справедливое решение. Вот здесь у нас были большие проблемы. Объясните, понять. Я не знаю, справедливость это только коррупционные детали или историческая справедливость тоже там участвует. Если историческая справедливость там участвует, чьи это территории? Арсахской республики? Или кого-то другого? Как мы это воспринимаем? Для Азербайджана справедливо-неисправедливо всегда было встало в одном стране. Как скажут, это все наше. И не смотрели. Даже то, что кто этот момент может сказать, они говорят, это Ереван наш. Объясните мне, в каких компаниях мне сравнивать? Наша внутренняя жизнь, не внешняя жизнь. А мне это необходимо знать. Справедливо то, что один умный, у него больше зарплаты, другой, понимаешь, или справедливо то, что кто-то украл, его не посадили, и надо систему выправлять такую, чтобы больше того, чтобы если будут красть, это выставлять. К несчастью, я вам скажу одну вещь. В мире очень много моделей, когда приходится в трансформации, как страна может выбрать. Здесь очень каким-то образом похоже на нас нацию, иногда мы даже там. И они выбрали, например, одну модель, которая называется иногда испанская модель. После смерти Франко в 1974 году. В чем она заключается? Они вместо того, чтобы ворошить прошлое, начали строить новое настоящее. Если смотреть... Есть пример Израиля? Израиля, я даже еще так не могу сказать, там сколько коррупции, не коррупции было. Это как страну усиливали они. Но если я беру, если так смотреть, Испания, она была, Франко уже там не был таким божьим одуванчиком. Первый раз, когда в Испании начали говорить о том, что его дело надо даже снять с аллеи героев. 2019, не то 20, 1974 год. Столько лет, они к этому не относились, потому что они строили новое. И даже на сегодняшний день там. Вот здесь был вопрос там, как мы должны были, какую модель трансформации справедливости приносить. приносить. Была же модель Испании, могли использовать. Я ставлю, очень похожая модель также в Канаде, местном населении. Есть понятие апартеида. То есть, что мы для себя представляли, что нам надо было делать, чтобы не ломать безопасность, потому что без безопасности ты никакую справедливость не принесешь. на протяжении уже многих лет в нашей стране пребывает в состоянии перманентной политической турбулентности. Это то, чтобы даже политическое поле у нас нормальное не создавалось, все оставалось на личностях, а не на ценностях. И вот здесь тоже приходят. Сам, когда вот открывается, ты выбираешь. Либо будут строить все на личностях, типа кадр решает, все может быть, либо ты начинаешь строить на ценностях. После того уже неважно. А зачем середина, когда можно было просто про ценности проводить? А что если у меня ценность, есть любовь к государственности, любовь к государству, я буду именно с этого и начинать. Любовь к тому, что вот в этом государстве она должна быть вечной. Я не должен создавать моменты, когда будет проблема, а если создам, я уйду, чтобы не мешать государственности, чтобы это продолжалось. Не мое личное тело здесь важно. и не только мои вопросы семьи. Когда я говорю, нация должна уметь себя защищать, или страна должна иметь суверенитет, я должен понимать, что гражданин должен быть готов к защите своей страны и никогда не говорить, чьи это дети пойдут. На месе, вот когда мы ставим эти вопросы друг с другом оспаривать, мы приводим и говорим, мы хотим иметь государственность или не хотим. Во время государственности такие вопросы не задаются. Гражданин это решает, идет и защищает. А если мы ставим на вопрос своих детей и личностей, тогда мы должны сказать, извините, нам государственность не нужна, давайте пойдем. скажем, в Китае есть национальная такая маленькая группа, около 25 миллионов их всего лишь. Это национальная группа освобождена службой в китайской армии, потому что они считают, что если с ними работать, они могут не развиваться. Ну, вы знаете, вот в Китае можно эту национальную группу сделать, но граждане там защищают. Мы сможем для себя такое сказать? Скажем, только бывшие должны идти воевать на сегодняшний день. или только настоящие воевают, бывшие нет, или я не знаю, там вот из этой территории люди не идут воевать, здесь идут воевать. Должны были понимать, что у нас не этот ресурс, мы должны говорить о всех гражданах. Гражданах, и притом иногда здесь говорится как гражданах, а несмотря там фамилия Наян заканчивается или как. Умеющие люди должны были знать. Когда я иногда поднимал вопрос, ребят, у нас такая ситуация, когда все должны знать военное дело девушки. Я прошу почти что в политическом понимании. И сейчас иногда кому не лень, пишут, но теперь пишут, пишут. Я считаю, что я должен быть честным, во-первых, сам собой есть тем, которым я говорю. Воспримите это, воспримите. Если не воспринимаете еще ошибку в себе, может быть, я неправильно высказался, я не смог найти ключ к тому, как представить в реальности проблемы. Люди всегда свободны выражать свою суточку за ней, так что, если будут критиковать, пусть критикуют, что сказать. Я буду продолжать свою жизнь в этой стране. Калабис обещал сам себе и всем, что в месяц раз буду езжать в Степанакерст, в Карабах, буду всегда там, каждый раз, кого, если смогу, не только один, но с Кагбином Грумевым, что я сегодня считаю, что единственное, у нас здесь, не единственное, у нас есть сегодня необходимость даже в каком-то механическом восприятии того, что в Арцахе должно быть очень много армян, чтобы, как на первый вопрос, когда отвечал вам, не привести к ситуации, когда Азербайджан, в один день, используя так называемую передышку, приведет к тому, что в Гадрузи и в Шуше будет столько количества азербайджанцев, намного больше, чем даже на той территории армян, где российские военнослужащие защищают, и сам Азербайджан скажет, мировое сообщество, что случилось, давайте там Минская группа, что вы там предлагали нам с референдумом, давайте проводить. И в моем восприятии у нас для этого есть наверное 10 лет, наверное, Азербайджан поставил такую цель, через год добьется, через год делает, но, наверное, у них вот в этом десятилетии они закончат свою политику, проводить, теперь вопрос у нас, мы позволим это или не позволим, и чем раньше они сделают, а ливни просто так назвал, что там 25 тысяч армян, не просто так стреляет там, куда надо, или каждый день свет отключают, или приводят к другим проблемам, которые будут приводить, потому что очень тяжело будет жить в Арсахе, многие могут быть, просто унижены не будут уехать. У нас очень, с одной стороны, как бы примитивные проблемы, но которые имеют за собой, поэтому считаю, что ладно, не нужно меня не слушать, не читать, я своими делами буду заниматься и буду продолжать то видение, будут последователи, намного лучше, если нет, я хотя бы свою часть сделаю, буду, а часть, может, для меня государственность прежде всего, я никогда не буду смотреть и задавать, кто, чей, почему, если это для национальности, для государственности это превыше всего. Смотрите, Россия уже официально заявила о том, что поддерживает инициативу Баку и Анкары о создании формата 3 плюс 3. На этом фоне Ереван постоянно, вот в последнее время подчеркивает роль сопредседательства Минской группы Бойсы. То есть, есть ли здесь, на ваш взгляд, определенные противоречия в подходах Москвы и Еревана, и чем это чревато? Знаете, каждая страна определяет свою политику своим собственным интересом. От того, как Россия видит, как она будет использовать 3 плюс 3, может быть, там есть такие элементы, которые для ней очень выгодны, и она всегда поддерживает это. Платформа 6, она о чем? О том, что будет там как содержание. Платформа 6, она о чем? О том, что будет там написано в содержании. А там означает 6 разных интересов, 6 разных точек зрения, 6 разных видений, стратегий и тактических действий. Как только совпадают интересы вот этих 6 участников, это же, наверное... А это зависит также от умения страны. А Россия будет смотреть, говорить, если я смогу здесь что-то пробивать, свои зацепки заставлю и потом буду использовать это. Почему мне терять это? Я... Здесь, может быть, совсем не о регионе. А то, что Россия говорит, да, мне это нравится, это может быть совсем не об этом регионе. Россия страна большая, у нее совсем другие. Здесь другой вопрос. А как другие страны этой региона видят, как они будут использовать? Иран, наверное, видит по-своему, как он это будет использовать. Поэтому тоже сначала как-то не хотел, а теперь говорит, да. Для Грузии очень четко понятно, что, ребят, я так или иначе зависю от Азербайджана и Турции во многих вопросах, но если вы туда еще Россию будете приносить, у меня не будет ресурсов защищать, поэтому сразу говорить нет. для Армении с одной стороны не может каждый день говорить, мы там приносим мир в регион на каких-то столетиях мировых, мировых веки говорим. Почему века, а не два века или три века, я тоже не понимаю. Ну ладно, сказали сто лет, давайте жить мирно. Если ты это говоришь, то ты должен принимать любой формат, который говорит о сотрудничестве. я там продвигал мир, но вот вы предложили формат сотрудничества, я этому отказываюсь. Но с другой стороны, а какова там будет роль, что они там будут проводить. Поэтому ты тоже должен думать. Если я скажу А, если мне завтра нужно будет сказать Б, сумею это сказать или оказываешь в этом. Смотрите, как даже Азербайджан легко использовал пропагандистской войны или дипломатической войны. то те высказывания, армянское руководство сегодняшнее говорило, мы за мир или мирное столетие. Алиев не сказал, что он за мирное столетие, он сказал, мы тоже за мир, и поэтому мы сразу предложили мирный договор Армении, а они не отвечают. Сидит один в Европе, слушает, я за мирное столетие, а я ему даже практически шаг сделал. Он на кого будет отвечать? Говорит, тебе дали, ответь. то есть ты сказал одну вещь, которая через игру опять принесла давление на тебя. Лучше не говорить об этом отделах. здесь наверное следствие того, что мы проигрываем в армационной войне. А вы знаете, есть одно такое понятие. В Арцах есть такая поговорка. Говорят, если кого-то избили, побитого, от него невозможно что-то еще другого ожидать. Если он думает, что он все на этом завершил, он побитый и остановился. Если он не будет продолжать, от него больше нечего требовать. Теперь вопрос с этим. Если мы будем считать себя проигравшими, как другие к нам будут относиться? А теперь приходит момент, что должен делать человек, который думает о нации и стране как государственности, как государственник будет себя вести. Он понимает, что он находится в тяжелом состоянии, как переговорщик, у него уже слабые все позиции. Для его личного бизнеса или чего-то это другой вопрос. Но когда для страны это и ты сам осознанно не идешь на шаг от того, что ты уходишь, даешь место новому, ты играешь ту игру, которую так как ты прекрасно знал, уходя оставляешь место так, чтобы в один день вернуться, играть совместно, потому что наше национальное единение у нас стоит. Мы сейчас слушаем, всегда в свое время у нас даже в лозунг превратился, Арцах, Армения, диаспора, трои единения. За последние годы вы слышали что-нибудь такое? Вот теперь если мне необходимо во многих местах диаспорой свою информационную войну дипломатическую проводить, использовать роль Арцаха. Для мне было непонятное явление, когда об Арцахе не говорим, не говорим, не говорим, а вдруг перед всем миром показываем всем, что я готов спуститься и приветствовать президента Арцахской республики и даже ворой. А к чему это привело? С одной стороны, хорошо, мы должны говорить по Арцаху, и это должно быть и это правильный шаг. Но если ты до этого эти многие вопросы не делал, куда ты подставил? Сразу же твои люди, которым это будут использовать, либо они что первое сделали? Я открываю и читаю, даже Путина вы не пошли встречать, сейчас здесь так что вы этим хотели? Вы знаете, специально нам это сделано, специально палку в колеса устроили между Арменией и Россией, да, начеркнуть, а кто дал повод? Повод-то не давал кто-нибудь другой, повод дал тот, который именно это сделал. Значит, либо ты должен всегда так относиться, либо ты должен поменять свою тематику сказать, хотя мы здесь не были, сейчас после этого буду всегда вот так говорить, и чтобы мои действия, то есть иногда даже войны действия, когда начинаются, как они начинаются, идет информационная подготовка, потом артиллерийская, так сказать, подготовка, потом делаются действия, без многих вот этих подготовок идти на какие-то действия всегда приводят. Вот здесь приходит война, если ты у тебя команда, как меняет, футболистов, других-то у меня нет, понимаете, футболисты у меня эти вот на этом поколении, пока новых не пришло, вот футболисты эти, теперь что нам делать, чтобы не проигрывать, вот все эти вопросы заставьте, и здесь мне не хочется назвать имена, потому что я хочу говорить о явлениях, давайте вот этими явлениями оперировать, каждый может посудить и сам для себя принять любовь к государственности, понимая, что национальная государственная единица, она должна быть превыше всего в своем восприятии, и всю политику не устраивать на видение того, что же мы как основу заложим и передадим следующим поколениям, вот если этого не будет, то может быть лучше обратиться к миру, сказать пару долларов, куплю билет, уеду в какую-нибудь страну, я думаю, там и Азербайджан поддержит и Турцам и все быстро-быстро уезжать, здесь у нас свои интересы, выбор-то за нами, что мы будем делать. И последний вопрос, с хорошего позволения, значит, документ о разблокировании транспортных экономических связей в регионе, он по всей вероятности будет уже подписан в самое ближайшее время, вот если поставить на чашу весов возможные риски для Армении и экономические какие-то преференции выгоды, какая чаша перетягивает? Во-первых, все зависит от того, кто и как будет использовать. Скажем, завтра представим, гипотетически, сценарное планирование, оно известно, этим нетрудно заниматься, то есть если ты будешь серьезным, соберешь экспертов своих и скажешь статистически, нам говорят, каких-то экспертов собрали. Но собирают ли сейчас? Я не видел пока реальных вещей, но для меня есть понятие с нашей действенностью. Завтра представим с одной стороны гипотически или в голливудском сценарии шлагбаум подняли, сказали все, езжайте все куда хватит. Но уже понимается, производим что-нибудь такое большое количество, которое сумеем принести в разных местах. К нам приведут какие-то товары. Скажем, приходят к нам пластиковые ручки, которые мы пишем. что-нибудь ставят. Так или иначе, они скупаются. Оттого, что граница будет открытой и чуть-чуть они подешевают, какое количество я больше скуплю? Если я кушаю помидоры один или два или три, после этого я 10 помидоров буду кушать, 20 ручек буду использовать, сколько одежды я буду каждый день менять. Как это все будет происходить, чтобы подумать, что у нас будет какое-то повышение на 1%, на 2% или на 20%. Если завтра заработают все эти дороги и препятствий не будет. Если у нас те предприятия, которые завтрашнего дня какой-то стране будет интересно, давайте отправим в Армению и их попросим, чтобы они в свое время делали моторчики для каких-то определенных деталей подводных лодок. пусть они там делают. У нас есть эти специалисты? Сумеем быстро восстановить деревья и несколько наших специальных предприятий, которые были, или какие-то другие? Найвить заработают быстро? Если этого не будет происходить, то эти дороги открыты, будут пользоваться те, которые умеют пользоваться. Теперь вместе с этим пониманием мы должны думать, на правовом поле у нас все описано, чтобы правильно это происходило. У нас системы безопасности будут работать, чтобы наши враги это не использовали. У нас есть свои возможности делать? И во-вторых, как я буду обеспечивать безопасность? Для этого мне больше ничего не нужно, просто надо взять и понять. Ребята, то, что мы подпишем, будет больше, чем, например, явление, которое было у нас в советское время, как Советский Союз, как одно государство, которое управлялось Москвой, была одна полиция, все отношения, все дороги. У нас были случаи, когда мои грузы не доходили? У меня были явления, когда многие машины на дорогах развивались? Если сейчас будете, что я буду делать? Вот поэтому для меня приходит вопрос. Сказать, что солнце поднимается каждый день, это прекрасно, эта жизнь продолжается. Это то же самое, что сказать, вот надо все разблокировать. Другой вопрос, когда солнце поднимается, один может пойти лечь, разагореть столько, что потом в больницу попадет с ожогами, а второй может посадить дерево, поливать, выращивать. то есть, даже такое простое явление, оно может иметь либо хорошее, либо плохое. Как мы это будем определять? Все зависит от того, как с нами будут договорить, насколько мы будем верить в это восприятие и думать. у Грузии с Турцией нет проблем в этом отношении дорог. Вижу, что у них происходит в Аджарии, я думаю, если даже 2004 год после революции РОЗ, ну еще год оставим, что Саакашвили там Сабашидзе свои вопросы устраивал, ну скажем, 2005 до 2021. 16 лет, да, если Турция в 16 лет, проводила свою политику, которая привела к тому, что сейчас многие называют ботиморизацией или там моджоризацией своего влияния и всего. Экономическую эспансию, потому что открытие дорог чему будет проводить? А когда очень даже сами грузины там называют турецкий аэропорт, не говорят наш аэропорт. А по мне здесь вопрос, если у нас откроются завтра границы и все будет прекрасно, насколько мы готовы удержать ту экономическую экспансию своими готовым правовым полем национальной идеей. Потому что и Турция, и Азербайджан, если там в Грузии только как бы Турция основная, Азербайджан определен, то представьте, если у нас граница с одной, у нас двоих сторон. будут азербайджан с технией точки зрения это будет намного агрессивнее. То есть не 16 лет, они будут пытаться быстрее сделать. Насколько мы готовы к этому? Потому что, опять говорю, это и как большие тревоги, и как возможность. Я теперь, мне трудно сказать, если у правительства есть большие проблемы, даже уговорить всех армян прививаться, чтобы пандемия каждый день от нас больше не забирала. Как по-другому у нас будет? Здесь вот такой вопрос. Смотрите, средняя смертность в Армении, больше два года мы уже стареющая нация, что означает, даже естественная смертность намного выше, чем прирост. В среднем, если цифрами говорить, спад статистики это было около 70-72 армян, наших сограждан, которые естественным путем покидали нас. Сейчас к этому добавьте плюс 40, плюс 50, плюс 60 каждый день. Я не знаю, если мы даже в этом проигрываем, дайте мне гарантию, чтобы я верил, что вот в экономическом и региональном сотрудничестве мы будем победителями. У меня вопрос доверия. А если у населения не будет вот этого доверия, то естественно все эти реформы будут использоваться и этим будет больше пользоваться наши враги, которые для меня сегодня показывают, что они не поменялись, они те же, что и веками были. Они не меняли ни своих книг по истории, ни меняли ни своего поведенческого понятия, ни меняют ни своего сегодняшнего явления, если нужно будет опять выстрелить в гражданское лицо, несмотря на то, что рядом с ним стоит российский миротворец. И вот здесь у нас эти вопросы, пока мы к этим вопросам не сумеем определиться, что я могу ожидать. То есть, либо мы должны сидеть серьезно разговаривать об этом и быть честными друг с другом. И понимать, что так или иначе последствия тех решений, которые мы будем принимать, будут все нести. А если это, значит давайте решение все вместе принимать. А у нас решение принимается не вместе, а последствия отнесем. Мы все вместе. Ясно. Спасибо вам большое за интересную беседу. И спасибо Кафе Аурогаст за предоставленную нам возможность.